Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет такая болталка из машины, незапланированная, скажу честно. Но я думаю, что все равно, где я болтаю. Я хочу снова поднять тему похудения, потому что в последнее время как-то очень много мне поступает комментариев и вопросов на тему того, как же сбросить последние несколько килограмм. Как это происходило у меня? Да, я тут посмотрела, я вроде бы ни в каком видео об этом не говорила. И поэтому хочу, наверное, сегодня озвучить этот момент. Вообще я очень рада, что вы, так сказать, вдохновляетесь моими видео похудениями, о том, что вы стараетесь, тем более лето не за горами. И, конечно же, нужно приводить себя в форму. И да, в качестве мотивашки те, кто занимается спортом дома, досмотрите мое видео и обязательно идите заниматься. Итак, по поводу веса моего, когда у меня уходили последние там несколько килограмм, ну, можно сказать, килограмм пять, даже, наверное, меньше, это было крайне тяжело. Я вам могу сказать честно. Это было настолько тяжело, что опускались действительно руки. Я вас понимаю, когда остается три килограмма, когда остается пять килограмм. Вот буквально сегодня я прочитала комментарии, девушка пишет, что у нее осталось три килограмма, и она уже просто не знает, что нужно делать, потому что до цели всего лишь три килограмма, да, подумать, да, вроде бы три килограмма. Раз, два, и да, там пару недель, и, грубо говоря, все, они должны уйти. Но они стоят. Вот у меня было также с весом 60 килограмм. Вот 65 отметка, но она как-то тоже долго стояла, но все-таки раскачалась. А потом отметка 60. Причем отметка 60, это был какой-то кошмар. Я могла много поесть, и на весах будет 60. Я могла мало поесть, и на весах все равно будет 60. И так было вот, не знаю, ну, какой-то для меня лично долгий период времени. Я помню, что я долго пыталась как-то с этим побороться, и ничего особо не получалось. Но вот я могу сказать, что такое основное, что я сделала, я убрала сладкое совсем. Даже сухофрукты. Все, что вообще имеет сладковатый вкус, не было в моем рационе на тот момент, и тогда вес пошел вниз. То есть даже финики, не знаю, там какие-то сухофрукты, сухофрукты, что-то такое, этого всего не было у меня. Я из сладкого позволяла себе только сладкий кофе. Кофе я пила 3, ну, так же, как и сейчас. Сейчас я пью 3, максимум 4 раза в день. Стараюсь пить 2 раза. Я стараюсь уйти от кофе, на самом деле, потому что кофе, мне кажется, это вообще зависимость какая-то. Вот. Надо от нее отходить, но пока не могу я без кофе жить. Вот. И вообще, я даже не могу вам честно сказать, что есть вот такое действие, такое раз, и вес пошел вниз. Мне кажется, это вообще физиология. Это та история, когда все-таки нужно как-то перетерпеть, наверное, этот момент. Может быть, как-то что-то посмотреть. Вот одна девушка мне тоже буквально на днях написала о том, что ей осталось только голодать. Голодать не надо, потому что голодать, мне кажется, ну, это для организма не так уж и все хорошо, да. И так же это, ну, мне кажется, на вес сильно не повлияет. Вот даже сейчас с весом 57 килограмм. Я могу целый день покушать 2 раза, и то чуть-чуть, и вес мой все равно будет 57 килограмм. А могу поесть вечером хорошо, так вот, как было в субботу, например. Я ела суши, кстати, от суши я не отекаю, и так прилично я съела, причем это было 8 часов вечера, в 11 я легла спать, то есть все замечательно. И вес все равно 57 килограмм. То есть это вот какая-то такая история, не знаю, может быть, как-то организм привык, да, может быть, как-то организм сам уже балансирует, там как-то, не знаю, сколько это тратит на энергию, сколько это не на энергию. Ну, в общем, вот этот момент, мне кажется, это какой-то, может быть, перестройка какая-то идет. И да, вес может долго стоять. Ну, недели 3, так точно у меня, мне кажется, вот этот вес 60 килограмм стоял. Но вообще вот я подумала на эту тему, вот если бы я, допустим, сейчас, да, сейчас я вешу, вот с утра встала, было 57 600. Вот, допустим, я бы решила бы похудеть на 2 килограмма. Вот, что бы я сделала? Вот, кстати, не знаю, сейчас вот тоже читала комментарии, думала об этом, думаю, может, действительно мне попробовать. Но я, честно сказать, я худеть не особо хочу, хотя мне говорят, что я поправилась. Но мне кажется, это, может быть, ракурсы такие я, ну, или это у меня что-то, лицо мое решило вдруг поправиться. Ну, мне кажется, это ракурсы камеры, потому что я, на самом деле, не заморачивалась, я никогда не заморачиваюсь на тему вот там, как бы мне так красиво встать, чтобы у меня там все формы были. Я вот снимаю себя как есть, да, и фотографирую себя как есть. Вот все оно как есть. Вот, кстати, я даже сейчас вам покажу, я поменяю. Вот видите, немножко снизу у меня сейчас щечки такие. Да, немножко вот так уже, такое более вытянутое лицо, да. Вот так ракурс мне больше нравится. Вот, поэтому, поэтому мне кажется, что в моем случае это зависит от ракурса. Вес у меня стоит, и он как бы никак вообще не прыгает. То есть мне даже кто-то писал, там много сладкого поел, вес не прибавился. Нет, вот он стоит 57. Да, вот были моменты, когда он у меня снижался, это вот такие стрессовые ситуации, но при стрессовых ситуациях, мне кажется, у многих снижается вес, у кого-то наоборот он прибавляется, потому что многие, наоборот, больше начинают кушать, да. Я, например, когда нервничаю, я не ем, я могу вообще ничего не есть, я буду только пить воду, и все, у меня даже от вида еды будет, не знаю, как подташнивать, что ли. Я буду только пить воду и кофе, литрами. Вот, поэтому я хочу уйти от кофе, потому что я не могу. Это какой-то кошмар. Вот, чтобы я бы сейчас бы сделала, да, исходя из своего рациона, который вы видели, он у меня такой же, ничего у меня не меняется, даже ничего нового, не знаю, не добавляется, не уменьшается, я бы убрала все сладкое у себя. Я бы оставила только сладкий напиток, то есть кофе сладкий. Я бы не стала пить чай, и вечером в том числе. Я бы пила только, вот выпивала там 2, максимум 3 крошки кофе. Вообще я стремлюсь к тому, что вообще одну крошку только пить по утрам. Вот, может быть, добьюсь когда-нибудь. Ну, не могу, я зависимый какой-то от кофе, кофе-маньяк. Вот, и все, больше бы сладкого не было. Сейчас я себе на завтрак позволяю 2 куска хлеба, булки, да. Я бы оставила 1 кусок, и вместо колбасных изделий я бы положила бы себе мясо или рыбу. Но не соленую, не копченую, не какие-нибудь там, а вот обычную, не знаю, пусть то запеченная в духовке, пусть то жареная, неважно. Вот такой бы завтрак у меня был бы. Ужин, ну, так же бы я бы его оставила. Единственное, что я иногда себе позволяю всякую ерунду там есть на ужин. Вот эту всю ерунду я бы тоже убрала бы из серии там каких-нибудь, не знаю, солений, кальмарчиков, каких-нибудь копчений и тому подобное. Я все это делаю очень люблю. Ну, вот я бы убрала бы. Я бы убрала бы, ну, я себе и так особо не позволяю там жирную рыбу есть, но я очень люблю карпы, я вам уже об этом говорила. То есть я бы не стала бы вечером кушать жирные сорта рыб. Я бы, ну, так более такой вот вечер вообще бы был бы у меня очень бы такой легенький-легенький. И после ужина все. Я ужинаю в 7 часов. Девочки, я ложусь спать в 12 пол первого в час. Встаю пол восьмого. И завтракаю я в 9 утра, но завтракаю я в 9 утра. Почему? Потому что я не могу с утра успеть позавтракать, потому что собираю двоих детей одного в садик, другого в школу. Мне еще их надо всех развести. И я обычно голодная с утра. Но я уже, кстати, так привыкла к такому рациону, что я встаю пол восьмого и только через полтора часа, считайте, завтракаю. Вот так бы я бы себя повела. И фрукты вечером я бы не ела. Ни яблоко, ни банан, ни в коем случае. Никаких сухофруктов. Я бы все их убрала бы. В том числе. И вот так бы я бы посидела бы неделю, посмотрела бы, снижается вес или нет. Если нет, значит, что-то пересмотрела бы, поменяла бы. Может быть, как бы ужин сделала бы пораньше или наоборот попозже. Или убрала бы, посмотрела бы, чем я еще там перекусываю. Потому что мы вот когда живем, я особо не замечаю. Вот там съела и съела, побежала. Наелась и хорошо, как говорится. Не голодная, слава богу. Вот. То есть я бы посмотрела бы, вот более бы пригляделась бы к своему питанию лучше, к своему рациону. Было бы лучше, бы посмотрела бы, да. Возможно, опять же, какие-то где-то нехватка у меня витамина, где-то мало овощей. Добавила бы их, да. Убрала бы что-то, добавила бы побольше овощей. Без дела. Вот как-то так я бы сделала. Вот. Я худеть, честно признаюсь, не хочу. Хотя у меня бывает, меня часто посещают такие мысли, особенно, когда я смотрю на свою талию, так думаю, ну вообще, знаете, как у меня мама все время шутит, я свою Наталью узнаю по талии. Вот как бы, да. Точнее, по ее отсутствию. Ну, в общем, вот. И добавила бы себе кардио. Каким образом я бы добавила себе кардио? Если не брать походы в спортзал, если не брать походы в бассейн, да, вот допустим, все это убрать, как бы я делала? Во-первых, я бы, наверное, перемыла бы весь дом. Ну, от потолка прям до, я не знаю, все, что угодно. Единственное, что я никому не рекомендую, никогда не делаю, это я не двигаю мебель. Потому что я считаю, что это, ну, что женщинам не стоит этим заниматься. Вот. Ну, в общем, все, что смогла бы, я бы перемыла бы. Причем так, чтобы прямо вот мокрой быть, да. По верхам бы лазила бы, где бы я бы только бы не та самая. В хорошую погоду бы всю свою семью выгоняла бы вместе с собой на пешую прогулку. Заставляла бы всех, прямо заставляла бы. Вот. И еще у меня есть такой момент, я вот немножко постепенно начинаю лениться. Лениться в каком плане? В том плане, что вот даже сейчас я подъехала к школе и поставила вот, вот прямо втиснулась, да, вот здесь вот в проезжей части у меня, втиснулась в то место, где вот мне вот как можно меньше нужно идти пешком за ребенком. Так вот, если бы я начала худеть, я бы поставила машину бы далеко бы, вот, ну, квартал бы целый, чтобы не идти пешком целый квартал. Я бы, ну, я бы, да, я бы по-честному бы вот так сделала. Если бы у меня не было, допустим, машины, я бы ходила бы пешком. То есть, если мне нужно проехать две остановки, я бы прошла бы их пешком. Я бы выходила бы раньше бы из дома. Вот прямо не ленилась. Как не лениться? Заставлять себя вот идти и заставлять. Вот по-другому никак. Вот лежать на диване и думать, ну, как бы мне не лениться. У меня тоже такое бывает, когда вот ничего неохота делать, хочется вообще зарыться под одеялко, особенно сейчас весна. Такая иногда у нас будет в Питере жутко пасмурная погода, из-за которой вот тоже у меня хромает в доме освещение, потому что вроде сяду снимать, хопс, все заволокло, снег. Да? Вот. Поэтому вот такие бы истории бы я делала. То есть, я бы вот вообще была бы за любой кипиш. Надо сходить пешком там за хлебушком два километра, я бы пошла пешком. Надо пройти туда, я бы пошла. И так я бы делала бы во всем, абсолютно во всем и постоянно. То есть, именно кардио, потому что все силовые тренировки, все вот эти махи ногами и так далее, это все силовые тренировки. Они как бы идут на прокачивание мышц. Мышцы весят больше, чем жир. Да? И если бы у меня вопрос стоял бы именно конкретно в снижении веса, а не в улучшении форм, как у меня сейчас стоит вопрос, то я бы вот, наверное, бы даже забросила бы вот эти свои тренировки и оставила бы исключительно кардио. То есть, ходила бы вот прям по максимуму. Бегать я не бегаю, но не бегаю я из-за ноги. И вообще, кстати, бегать я не люблю. И никогда не любила. И никогда этим не занималась. И это было для меня самое ужасное. Особенно в школе, чтобы куда-то побежать. Это вообще с ума сойти можно. И ходила бы везде быстрым темпом. То есть, вот такая вот история у меня была бы. Поэтому я советую, во-первых, немножко расслабиться, не паниковать, не уходить в загулы, запои и так далее на эту тему. Я имею в виду пищевые, да? То есть, не наедаться, как вот мне девушка написала, что вот все, он все достал эти дурацкие 3 килограмма, никак не хотят. И вот там пошли срывы. Нет. Вы всегда вспоминаете, когда вот вам хочется наесться, вы всегда вспоминаете, как было тяжело. Вот у меня мама даже говорит. Вот она говорит, иногда вот хочется там пойти, что-то пожевать, покусомничать. Говорит, я сразу вспоминаю, как мне было тяжело начинать, как тяжело уходит этот вес со скрипом, как вот каждый, я не знаю, борьба за каждый килограмм. И вот просто не хочется, вот просто не хочется идти и брать там, я не знаю, какую-то конфетку или еще что-то. Вот я вам также советую. Всегда вспоминайте, думайте о том, как вам было тяжело. И сейчас вот это вот, из-за какой-то одной там конфетки, одной хотелки, вам придется все начинать сначала. И не расстраивайтесь, мне кажется, все-таки вес пойдет. Вот я когда пыталась уйти за 60 килограмм, я даже не знаю, я даже не могу назвать вам вот причину, по которой вот 100%, вот я сделала вот это и вес пошел. Нет. Мне кажется, вот он стоял, стоял, думал, думал, а потом сам решил. Ну ладно. Простим, Наташа, все, пойдем вниз. Вот как-то так. Ну, как бы смешно это не звучало, но в общем как-то так. Я надеюсь, что вам это видео было очень полезно, мои такие мысли. У меня нет никаких, не знаю, вот таких вот волшебных палочек и так далее. Знаете, что вот просто взял вот это сделал и похудел. У меня такого нет. У меня как бы суть одна, да, меньше еды. И даже вот тренер, который вот на фитнесе, да, он мне говорил, что 90% успехов похудений, это питание, это 90% успехов. Все остальное это так, помощники. Поэтому, девочки, не расслабляйтесь, не расстраивайтесь, знайте, что все будет хорошо. Идите дальше, не смотрите вы на этот вес, он обязательно уйдет. Вот. Ну, может быть, что-то где-то немножечко поменять. Иногда бывает, знаете, уберете, вроде бы вот я тоже, да, сладкая. Вот вроде бы подумать, ну, что там три конфетки в день? Ну, что эти три конфетки? А уберу их, и вес поменьше станет. Да, то есть, вот как бы подумайте, посмотрите, что может быть действительно можно что-то, но не голодайте, не нужно это. Мне кажется, это и лишний стресс, и для нас, для женщин, это тоже как бы ни к чему все это дело. Вот. Так что, еще раз повторюсь, надеюсь, вам это видео было полезным, надеюсь, я вас смотивировала к чему-то. Мне очень приятно, когда вы мне пишите отзывы о том, что я вас мотивирую, о том, что, посмотрев мои ролики, у вас появляется желание что-либо делать. Мне это очень сильно приятно, и это такая, не знаю, мощная такая от вас обратная связь, которая мне, не знаю, меня тоже вдохновляет, и меня как-то мотивирует. Вот. Так что, на сегодня я такую болталку из машины буду заканчивать. Обязательно не отчаивайтесь, знайте, что у вас все получится, это 100%. Я вот тоже, например, борюсь со своей талией, знаю, что у меня все получится, у меня все будет отлично. Я в этом просто уверена, убеждена. Я рассматриваю каждый миллиметр уходящий с моей талии в зеркале и думаю, ну, еще немного, и прям будет, как это, идеальная фигура, да? Так что, девочки, у нас все будет хорошо, все у нас получится, мы же самые красивые, да? Всех люблю, целую и до новых встреч!